Поздравляю всех с этим удивительно красивым праздником, который так любит народ Божий. Господь возводит своих учеников на гору и открывает любовь Божия им глаза, и они видят свет этой любви во Христе, насколько может видеть это человек, но потом этот свет теряется, и на горе Голговской страх, сомнение, малодушие закрывает им глаза, и они уже не видят этот свет Божией любви, они увидят страдания, они видят истерзанного Христа, и им страшно не разбегаются. В нашей жизни, наверное, у каждого было преображение, когда мы с вами в какой-то момент нашей жизни встретили Бога. Благодать Божия открыла наши глаза, и мы увидели свет, мы увидели Бога в своей жизни, мы увидели Бога в наших ближних. И этот, наверное, самый такой радостный, самый красивый период в нашей жизни, когда человек видит Бога, видит и живет им. А потом, опять же, невзгоды, какие-то житейские бури, сомнения, этот свет должен остаться в нашей памяти. Мы должны верить, что Он есть, и может быть, в какой-то момент жизни нам кажется, что кругом только темно, только мрачно, но Господь все равно рядом. Просто мы сейчас Его не видим, потому что у нас закрыты глаза грехом. И, конечно же, в какой-то момент жизни, когда мы будем уходить из этого временного мира, мы должны будем увидеть Бога, Его любовь. Сможем ли мы этот свет выдержать? Не спрячемся ли мы от него? Вот в чем самая главная задача нашей жизни. Остаться навсегда в этом свете любви. Тогда на фаворе Господь открыл им свою любовь, свою красоту. И Петр сказал, добро нам здесь быть. Но пройдет немного времени, и эти же уста скажут, я не знаю этого человека. Вот какой человек непостоянный. Вот как он подвержен таким перепадам. В нашей жизни мы это видим. Сегодня вроде все хорошо. Сегодня вроде мы готовы умереть за Христа. А потом малодушие, какая-то сомнение. И мы уже ропщим, мы уже унываем. Почему Бог нас не слышит? Почему у нас ничего не меняется в нашей жизни? Понимаете? А Бог все равно любит свое творение. Даже то творение, которое распинает его, и он просит, чтобы Отец Небесный не покарал их, не ведает, что творят. Вот эта любовь, которая наполнена все то, что происходит в храме, богослужение, которая действительно нас держит сегодня. И мы все-таки идем за Христом. Может быть, не так быстро и не так скоро мы идем, падая, конечно же. Вот эта любовь, понимаете, она должна победить ту тьму, то безобразие, в которой живет человек, когда он живет без Бога. Когда он идет на поводу своих страстей, на поводу своего греха. Поэтому, конечно же, очень хочется, чтобы мы с вами не забывали те благодатные минуты нашей жизни, когда нам было хорошо с Богом. Когда мы чувствовали всю полноту Божьей любви, которой мы могли делиться с нашими близкими. Впереди, наверное, у нас тоже будут и спуски, и подъемы, но главное не усомниться. Главное, до конца претерпеть тот путь жизненный, который предстоит еще каждому из нас пройти, чтобы в конце концов увидеть тот свет, который будет уже вечным светом нашей жизни. Помоги всем Господи. Завтра в 7-9 часов две божественные литургии, а на подворье там в 12 часов у нас будет на нашем белорусском фаворе у нас будет тоже литургия и потом подъем, спуск, молебен, водосвятное освящение. В этот праздник освящаются яблоки, виноград и прочие прочие плоды земные. Ну вот у нас такая вот, кто дерзает, тот идет, а все остальные молятся в храме. Спасибо Господу об этом.